Подруги, привет! Всем желаю доброго дня! И сегодня у нас с вами новый выпуск. В этом выпуске мы с вами будем говорить о моем послеродовом восстановлении. Как вы знаете, 13 сентября я родила своего второго малыша. И сейчас на день записи этого видеоролика прошло ровно две недели после родов. И я сейчас прохожу свое послеродовое восстановление. То есть эти две недели. Первое. Конечно же, на ум приходят первые мои роды. Весь тот кошмар, который я пережила в послеродовом восстановлении. Потому что шесть недель после первых родов, это для меня были очень тяжелые недели. И с моральной точки зрения, и с физической точки зрения. С физической, потому что у меня тело болело, мне кажется, с головы до пят. И каждую неделю я просто мучилась невероятно. Во-первых, у меня была эпизиотомия. Были швы, которые не заживали. Которые спустя, по-моему, пять недель воспалялись, раскрывались. И снова приходилось их заживлять. Это, конечно же, было жутко-жутко больно все эти долгие недели. И в целом, как бы вот внизу, все было сильно непросто. Также неделю спустя после родов меня посетил лактостаз. То есть это высокая температура. Это закупоренные молочные железы. И, в общем, боли. И переживания по этому поводу также. Ну и в целом, физическое состояние было достаточно непростое. И я как-то очень сильно по этому поводу напрягалась. И, следовательно, и морально мне было очень тяжело. Вместе с тем, что стресс после того, что ты родила первого своего малыша. Вот эта вся ответственность, груз ответственности, который ложится на плечи мамы по уходу за малышом. Это, конечно же, отдельная история. Но плюс ко всему, где-то две недели после родов, мой муж уехал в Санкт-Петербург. И я с малышом еще на два месяца осталась, в принципе, та и одна здесь, в Риге. И, конечно же, для меня это было очень тяжкое время. То есть это какая-то изоляция, шок всего, что происходит. Того, насколько тяжело дается мне вот эта адаптация к новой ситуации. Как моя жизнь поменялась. Ну и, в общем, вся вот эта младенческая история, она, естественно, была для меня сильно-сильно непростой. Что касается вторых моих родов. Значит, первые две недели. Сразу могу сказать, что это восстановление, этот период, это просто день и ночь по сравнению с первым. И, наверное, для тех моих подписчиц и мамочек, которые сейчас ожидают своего второго малыша и которые волнуются по поводу того, как пройдут роды, как пройдет вот это послеродовое восстановление, хорошая новость в том, что оно может пройти намного-намного лучше, чем в первый раз. И даже если опыт первых родов и первого восстановления не сильно-то сладкий, не нужно ни в коем случае настраиваться на то, что и второй будет ровно такой же. Потому что мой пример, как минимум, показывает, что второй раз все может быть намного-намного лучше. И как раз-таки так оно с моим вторым малышом и произошло. Значит, послеродов, наверное, самая сложная пока была первая неделя, потому что во время первой недели мне приходилось привыкать, во-первых, к тому, что все, малыш родился, живота уже нет. Я намного легче перенесла вот этот момент изменения, когда у тебя вроде бы вот такой полный тяжелый живот, и вдруг у тебя там пустота, и в первый раз мне казалось, что у меня органы просто вывалятся наружу. В этот раз как-то все вот вроде бы, ну, лучше держалось, что ли. И как-то вот легче все это ощущалось, что в первые дни я даже особо-то и бандаж не надевала. Сейчас покажу, кстати, как выглядит мой живот ровно две недели спустя после моих родов. Ну, вот так выглядит мой живот, получается, ровно две недели после родов. И я ношу сейчас бандаж Эмма Джейн. То есть это бандаж сразу с трусами, и вот здесь спереди во внутренней части крючки и молнии, которая также этот бандаж фиксирует и немного ужимает живот. Мне уже скоро нужно будет менять на размер меньше, чтобы этот живот еще подтягивался, но в целом пока этот хорошо держит. Наверное, результат неплохой, потому что сейчас минус 11 килограмм со дня родов. То есть, когда я рожала, я поступала в роддом, я была 83 килограмма. Таким образом, получается, что я набрала, сколько получается, 12 килограмм, да, 12 килограмм за всю беременность. Сейчас уже минус 11. Следовательно, в принципе, я почти что вернулась в свой дородовый вес. Ну и дальше остается только вернуться в свой нормальный вес. То есть это еще минус 15-17 килограмм. Так что будем работать. Что еще в первую неделю давалось сложно? Сложно давалось, конечно же, ходить. Потому что мои тазобедренные кости и лобковые кости все еще очень сильно болели. В связи с тем, что тазобедренные кости двигались, раскрывались и, в общем-то, переживали изменения во время родов, конечно же, страдала и моя левая нога. Все еще она у меня отекшая, по крайней мере, больше отекшая, чем правая. Она уже не болит. И в целом вот за первую неделю вся эта ситуация, она потихонечку-потихонечку улучшалась. Сейчас, две недели спустя после моих родов, я могу сказать, что наконец-то я ощущаю невероятный кайф того, что я могу просто ходить, вставать с кровати, сидеть. И в целом меня не мучают никакие боли в тазобедренных костях. И я, наконец, прихожу в себя. И слава богу, что нет никаких серьезных последствий именно как раз-таки вот этих изменений и лобковых костей, симфизита, на которые мы как бы так поглядывали, и было подозрение, которое, слава богу, не подтвердилось. И в целом сейчас я чувствую себя хорошо. Я могу спокойно ходить, я могу носить малыша, могу нагибаться для того, чтобы там, например, его купать или переодевать и так далее, и так далее. В общем, с моими костями все приходит в норму. И я думаю, что по истечению шести недель, вот это официальный срок восстановления, все уже будет хорошо. Что касается магического места, из которого, собственно, выходит и малыш. Вторые роды, они прошли лучше с точки зрения разрывов, порезов и так далее, потому что у меня не было эпизитомии, которая случилась в первый раз, и у меня не было никаких серьезных разрывов. Были всего-то навсего три маленькие трещинки, на которые наложили на каждую по одному маленькому шовчику, и, собственно, все. Это для меня лично означает, что время моего послеродового восстановления, оно было намного-намного более легким, потому что меня не мучили те ужасные боли, которые мучили меня в первый раз. Когда я не могла стоять, не могла сидеть, не могла ходить, не могла надеть нижнее белье, не могла надеть подгузник, не могла надеть прокладку, и, несмотря на то, что кровотечение продолжалось достаточно длительно, я все равно, как бы, много времени дома проводила просто на полотенце и снимала себя все просто потому, что боли были жуткие. И также, по-моему, первые две недели я использовала свечки для обезболивания, потому что без них функционировать просто было невозможно. В этот раз нет ничего подобного. Единственный дискомфорт, который у меня случился, у меня вдруг появилась какая-то аллергическая реакция на обычные прокладки. Сразу скажу, что в этот раз кровотечение закончилось достаточно быстро, уже спустя неделю мне не понадобились больше подгузники, я перешла на обычные прокладки Always, ночные либо дневные. И на мое большое удивление у меня началась аллергическая реакция. Как только я надевала эти прокладки, сразу же я ощущала зуд, дискомфорт и боль. Ощущение похоже на молочницу. То есть, когда у тебя молочница, вот эти неприятные симптомы, они, в принципе, были очень-очень похожими. Как-то быстро я поняла, в чем дело. Удалила прокладку и поняла, что да, действительно, это от прокладки. Потому что как только ее удаляешь, заходишь в ванную комнату, приводишь себя в порядок, все тут же становится как бы нормально, и ничего не болит, не зудит. И слава богу, что я подготовилась тщательно к появлению малыша, и у меня в доме очень много подгузников. Мне кажется, брендов 10, наверное, подгузников, которые мы с Грантом тестируем, для того, чтобы понять, какие подгузники ребенку подходят больше всего, и чтобы решить, какие из этих подгузников мы для себя выберем. Так вот, я быстренько взяла те подгузники, которые ему не подошли, отрезала края с липучками, и вот, вуаля, у меня прекрасные прокладки, которые не вызывали никакой дискомфорт, никакую аллергическую реакцию, и в целом я продолжила пользоваться, и таким вот образом использовала все те подгузники, которые были куплены, и которые нам с ребенком не пригодились. То есть я их использовала в качестве прокладки. Так что, мамочки, у кого проблемы с прокладками, знайте, что есть такой лайфхак. Можно использовать детские подгузники Newborn в качестве очень хорошей, качественной прокладки, которая не будет создавать дискомфорт, зуд, ну и в целом тоже хороший тест на качество этих подгузов. Ну и, конечно же, грудное вскармливание. Это очень важный момент. В первый раз, как я уже упомянула, неделю спустя у меня начался лактостаз. И это еще один такой значительный момент, который добавлял в мою жизнь негатива в первый раз, когда я родила, поскольку, конечно же, тут ничего веселого нет, это очень больно, это очень неприятно. И когда у тебя еще поднимается высокая температура, конечно же, уход за новорожденным малышом, он становится очень и очень тяжелым. В этот раз, слава Богу, во-первых, никакого лактостаза по сей день не случилось. С молоком у нас все в порядке. В роддоме ребенок, естественно, питался молозивом, и молочко уже вот такое добротное, жирное, хорошее, переднее и заднее, оно поступило ровно два дня после родов. И ребенок уже смог питаться и насыщаться, и получать мамино молоко. Сейчас я кормлю ребенка приблизительно восемь раз в сутки. То есть он у меня ест по требованию. Ест он перерывами, начиная от часа до трех. То есть больше трех я стараюсь его не держать. Но иногда ночью бывает, если ребенок сильно спит, и я уснула, то бывает, что он может поспать 3,5-4 часа, но не более того. В основном это от часа до трех, это наши перерывы между кормлениями. Все остальное время ребенок у меня на груди, он прекрасно ест, он прекрасно берет грудь. Мне, конечно же, тяжеловато по сей день, и в этот раз, поскольку грудь очень большая. То есть сейчас у меня какой-то такой добрый, я не знаю, я бы даже сказала, наверное, шестой размер или пятый. Грудь очень тяжелая, соски у меня для кормления очень хорошие, но в целом сложность заключается в том, что нам нужно найти правильную позицию и правильно состыковать направление груди, направление соска с малышом. И в этот раз мы для себя нашли, что самое удобное для нас, кормить ребенка, сидя, мне сидя, и когда ребенок лежит боком на подушке. В этот раз я очень тщательно слежу над тем, чтобы он лежал ровно, чтобы у него была ровная линия уха, плечо, бедро, то есть чтобы он был ровно на боку, и следовательно, чтобы он правильно брал сосок. И на самом деле в этот раз, ну, по крайней мере, пока, я чувствую, что этот процесс у нас проходит намного более успешно и удачно, нежели чем было в первый раз с моим первым ребенком, который, ну, никак не мог взять эту грудь и никак не хотел эффективно сосать, что привело к тому, что мне пришлось сцеживаться. В этот раз все-таки я кормлю, я вижу, что ребенок по-другому берет, и ощущения от этого тоже другие, и молока от этого тоже у меня достаточно много. Настолько много, что у нас уже за первых пять дней образовался очень крутой банк молока. Более 25 пакетов Avent с грудным молоком, в основном там все по 100, ну, за редким исключением, там где-то есть какие-то пакетики по 90 мл, по 120, может быть, даже, но в среднем я распределила это молоко по 100 мл в каждый пакетик, и моя морозилка в холодильнике уже заполнена полностью. Поэтому я уже точно могу сказать, что банк молока у нас хороший, причем его я образовала не сцеживая, то есть у меня вот к моменту заполнения в морозилке в холодильнике не было молокоотсоса, то есть я пользовалась только лишь хакой. Это вот такая вот силиконовая штука, которая цепляется на свободную грудь, которой ты не кормишь ребенка. То есть одной грудью кормишь ребенка, вторая свободная, берешь хаку, сдавливаешь, еще можно отвернуть вот этот горлышко, и тогда приложить к соску, сдавить и отпустить, таким образом повернуть обратно, то есть поднять горлышко, и таким образом вакуумом сосок всасывается внутрь этой бутылочки, и все то молочко, которое в другом случае просто болелось в прокладку в бюстгальтер, оно собирается в этой бутылке, и благодаря этой бутылке я вот собрала очень-очень крутой банк молока. Также с Амазона пришел мой Элви молокоотсос, вот это вот такая вот прелесть, буквально пару дней назад, и я уже начала его тестировать, я разобралась, как этот молокоотсос работает, я его уже использовала буквально несколько раз, и могу сказать, что это очень крутая штука, про нее расскажу отдельно в отдельной видеоролике. Но самое важное, что для меня, это то, что у нас получается с грудным вскармливанием, у нас уже есть запас молочка, и я знаю, что я могу его спокойно создать, у меня нет никакого стресса по этому поводу, то молоко, которое сейчас лишнее, которое я собираю при помощи хаки, я просто использую для приготовления каши своего старшего сына, Рэма, и таким образом я также еще забочусь о том, чтобы в моей морозилке всегда было свежее, ну или максимально свежее молоко, хотя молоко в замороженном виде можно использовать и хранить до 6 месяцев. Тут нужно смотреть на режим заморозки, то есть есть глубокая заморозка, по-моему, порядка 18 минус градусов, и не сильно глубокая, поэтому здесь нужно смотреть, при какой заморозке, как долго это молочко может храниться. Так что мы вот с молоком, пока у нас схема ясна, ребенок кормится по требованию, банк молока создается, я исключительно спокойна по этому поводу, потому что у меня есть, во-первых, помощник хака, который собирает то молочко, которое просто выливается в второй груди, и на случай, если мне понадобится сцеживать, например, когда уже стабилизируется лактация, и когда уже приливы будут не такими мощными, предполагаю, что эта штука не будет, может быть, так хорошо собирать. И может быть, если понадобится молокоотсос, то у меня вот на полочке мой эовис стоит, и я знаю, что в любой момент я могу прибегнуть к его помощи. И, собственно, это как раз-таки тоже один из моментов, почему вот в этот раз мое послеродовое восстановление, оно лучше, потому что я намного-намного спокойнее. То есть я в этот раз, в отличие от прошлого раза, я позаботилась о том, чтобы у меня вот по всем фронтам восстановления, то есть это кормление, это восстановление чисто физическое, после родов заживление, это моральное состояние. Вот по всем этим фронтам я позаботилась о том, чтобы у меня была поддержка, помощь и те инструменты, которые могут дать мне спокойствие, поскольку если вдруг вот в каком-то из этих пунктов случится ЧП, и мне нужна будет помощь, я всегда знаю, куда пойти, из какой полки что взять, и что мне поможет решить ту или иную проблему. И поэтому и вот по грудному скармливанию я вот как-то спокойно, и у меня есть очень хороший шанс, и очень хорошее такое позитивное настроение и настрой на то, что мы все-таки в этот раз сможем прокормиться, как минимум до года, и нам не придется прибегнуть к смеси. И, кстати говоря, если помните мою историю кормления с Рэмом, один из больших стрессов как раз-таки была вот эта сложность состыковать грудь с ребенком, потому что грудь большая, тяжелая, и у меня никак не получалось, знаете, как вот у меня вот есть подружки, которые кормят детей, они вот прям садятся на скамейку, хлопись, приложили, сидят, болтают, хлопись, 12 минут прошло, ребенок поел, и все, я досведусь, я все счастливы. У меня никогда так не получалось, и я в первый раз настолько стрессовала, я как-то сильно обращала внимание на взгляды прохожих, я пыталась накрываться, мне было всегда жарко, потому что это было лето. Этот ребенок под этой пеленкой, мой ребенок никак не мог найти эту грудь, ее правильно взять, и, в общем, для нас это было какое-то адское мучение. В этот раз у меня уже есть опыт публичного кормления ребенка, и я как-то спокойно, как трамвай, и как-то вот легче все это дается, и ребенок эту грудь берет, и он как-то вот присасывается, и я понимаю, что он ест, он не плачет, и он чувствует себя прекрасно. Следовательно, и для меня вот это вот какое-то общее настроение, оно намного-намного лучше, и дается мне это кормление без вот этого лишнего кортизола, без лишнего стресса, и, следовательно, ребенок намного спокойнее. Да и, в принципе, он родился намного спокойнее, что тоже, конечно, ну, придает уверенности, потому что, вот, в общем, когда ребеночек довольно лежит себе, там, что-то сопит, то маме, конечно же, намного спокойнее в том числе. И последнее, это, конечно же, моральная составляющая всего этого процесса, потому что в прошлый раз меня посетила очень жесткая послеродовая депрессия, я была вот просто, сейчас уже, вот как бы отмотав пленку обратно, я понимаю, что я была просто не в себе, то есть я была в каком-то ужасе, в каком-то астрале прям, и даже моя мама говорит, что она боялась ко мне заходить, потому что она понимала, что, ну, блин, ну, у меня вот после родов как-то вот состояние мое совсем-совсем тяжелое и плачевное. И, конечно, то, что у меня не было вот этой какой-то поддержки, этой какой-то вот именно той помощи, которая мне была нужна, она, как я уже сказала, Арси, мой муж, он тоже уехал обратно в Санкт-Петербург две недели спустя после родов, и я вот с этим ребенком маленьким, который орал постоянно, который спал по 20 минут, которому ничего не нравилось, он терпеть не мог находиться на моих руках, у нас не складывалось грудное скармливание, то есть мне все давалось жутко тяжело, уже не говоря о физической боли, которая постоянно вот меня атаковала, ну, вот это состояние и без еще поддержки причем я вот как бы после родов сразу была как бы и дома убиралась, и завтраки готовила, и задницей кверху полынами намывала, то есть я как электровеник просто по дому носилась и, в принципе, ну, не делегировала особо задачи и выполняла все сама. Плюс ко всему, потом, когда Арс уехал, уже некому было особо-то делегировать, мама моя также была, ну, как бы на работе в основном, поэтому я вот здесь была вот в такой суперизоляции, вот в таком своем вот этом плачевном жутком пузыре и пыталась как-то совсем справляться. Понятное дело, я держала хвост пистолетом, я старалась как могла, я снимала видеоролики для Ютуба, конечно, я говорила о тяжелых моментах, но все равно сейчас уже отмотав, опять же, пленку обратно, я понимаю, что мне было исключительно тяжело. Я даже в тот момент недооценила, насколько мне было тяжко, уже не говоря о том, что вот этот шок того, насколько изменилась вот в один день моя жизнь, мой распорядок дня, насколько я чувствовала себя несвободной, насколько мне было тяжко вот адаптироваться ко всему вот этому младенческому ритму, да, когда ты в 9 часов вечера сидишь с этим ребенком в темноте, потому что он без тебя не засыпает и орет, как только ты выходишь из комнаты, и ты вот в заточении летом вот прям уже вот на всю ночь, что для тебя просто нонсенс, вот в своей, сколько мне там было, 35, наверное, лет, да, 34 я уже сейчас, короче, сколько мне там было, ну, в общем. Вот постоянно вот это то, что ты зависишь от этого ребенка, он все время недоволен, все время орет. Короче, мне казалось, что вот это вот все, это вот просто какой-то кошмар, и адаптироваться мне к этому было исключительно тяжело, то есть принять эту ситуацию, не бороться с ней. А сейчас, уже спустя 2,5 года, вот жизни с первым ребенком, родился второй, я поняла, что я приняла просто эту ситуацию. Я для себя отвела вот ближайшие еще 3 года вот такой жизни, такого ритма, что я мама в декрете дома, и я посвящена своим детям. То есть мой ритм жизни, мой распорядок, мое время, оно абсолютно посвящено моим детям. Да, конечно, я их подстраиваю под нашу семью, да, то есть новый ребенок входит в семью, и он подстраивается под тот распорядок, который уже у нас есть, но все равно чутко нужно смотреть на биоритмы и его какие-то вот ключевые моменты того, насколько ему комфортно, и как он живет, и какой у него будет образовываться вот этот распорядок дня, для того, чтобы его режим уже адаптировать в будущем. Это понятно. Но в целом я для себя приняла эту ситуацию, я перестала с ней бороться, я перестала противиться, я перестала как-то вот стараться, как-то вот отвоевывать свои вот эти моменты в течение дня, которые мне нужны. Я просто приняла ситуацию. В первую очередь я удовлетворяю нужды своих детей, и потом то, что остается, я уже распределяю. И, конечно, вот из того, что остается по времени, по приоритетам и всему остальному, я жертвую уборкой, готовкой, уходом, там, может быть, за собой иногда. Вот этим всем я жертвую. То есть всеми окружающими историями я жертвую. То есть я нанимаю уборщицу, я прошу помощи у мужа, я позволяю себе быть какие-то дни неухоженной, некрасивой, и просто человеком, который пытается оставаться в ресурсе, и не тратить свое время на лишнее телодвижения, которые просто забирают жизнь, которые приводят к стрессу, и которые не дают восстанавливаться и отдыхать. Например, я попросила маму, чтобы она взяла 2 недели отпуск, и она занималась исключительно готовкой еды, то есть я не готовила вообще. Она, когда могла, она забирала Рэма к себе, гуляла. Если нам нужно с мужем куда-то поехать, там, документы оформить и так далее, мы оставляем старшего ребенка с мамой, чтобы нам было просто легче все вот эти процессы сделать. Также мы договорились с мужем, что все-таки он вот эти первые хотя бы недели, пока он здесь, пока он не возвращается на работу, он тоже будет больше брать на себя инициативы в уходе за старшим ребенком. Мы поделили там тоже какие-то задачи по дому, то есть, например, он готовит нам завтраки. И это уже вот просто грандиозное количество напряга, ответственности и каких-то вот задач, которые снимаются с плеч мамы, которая только что родила, и позволяют ей в какой-то момент просто полежать с младенцем, покормить, без стресса пойти, привести себя в порядок, просто лежать и просто восстанавливаться, а не носиться со швами и со всем остальным и не проделывать вот эти вот непонятные истории с уборками и так далее, которые не позволяют ей восстановиться. Так что вот это вот те мои какие-то ключевые моменты, которые позволили сделать послеродовое восстановление, в этот раз намного-намного более радостным. Я вам скажу, что у меня нет никакой послеродовой депрессии. Я прям улыбаюсь каждый день. Да, в моменты, когда ночью ребенок просыпается, я начинаю там бухтеть, орать, или мне хочется там спать, или когда я подгузник меняю, а он там фонтаном, извините, какает, и меня вот всю заливает просто своими отходами жизнедеятельности. Понятное дело, я злюсь, понятно дело, я раздражаюсь, понятно дело, я вот прям скрежу там в зубах, прям хочется материться. Но это понятно, это вот просто усталость, это те моменты, которые, ну, естественно, кому нравится, когда на тебя льется кучу говно, ясно. Но во всем остальном я могу сказать, что я наслаждаюсь материнством второй раз, я наслаждаюсь своим младенцем, и, что очень немаловажно, переход от одного ребенка к двум детям, по крайней мере, сейчас первые две недели, он для нас абсолютно спокойный, такой органичный. И вот в нашем таком микроклимате семейном, да, вот нам четвером, нам безумно комфортно. То есть мы вот прям, мы не ссоримся, мы не орем, у нас нету психов, мы вот прям друг за дружкой смотрим, и мы как-то вот все время друг друга поддерживаем, помогаем. Как-то эти дни проходят очень приятно, позитивно, и я бы даже могла сказать легко. Понятное дело, это всего первые две недели. Понятное дело, регрессы сна впереди, газы впереди у малыша, может быть, колики и так далее. Но я ведь сравниваю с первыми своими родами, с первым своим восстановлением, когда уже с первого дня, первые недели, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, они сразу были исключительно сложными и какими-то такими наполненными стрессом и переживаниями. Поэтому сразу могу сказать, что если было тяжело в первый раз, это отнюдь не означает, что будет тяжело и во второй раз. Во второй раз может быть просто прекрасно. И всем тем моим подписчицам, которые смотрят мой канал, которые ждут моих выпусков и которые доверяют моему мнению, суждению, которые ждут моих каких-то фидбэков по поводу того, как у нас дела складываются, я сразу хочу вам сказать, что не вешайте нос, если в первый раз было тяжело или, в принципе, если вы рожаете в первый раз и ждете только своего малыша. Просто верьте в то, что все будет хорошо и подумайте, как вы можете помочь максимально себе сделать ваше послеродовое восстановление намного-намного более приятным. И здесь очень важно откинуть чувство вины, потому что, мне кажется, у нас в ДНК заложено постоянно вот вскакивать и что-то чем-то заниматься. У меня даже вот сейчас, несмотря на то, что мы с мужем договорились, что, например, он делает завтрак, у меня тоже бывает, что я покормила ребенка, и мы просто с ним лежим. То есть, ну вот просто. Я бы могла его положить в кроватку и пойти ему уже помочь. И меня прям вот дергает встать, а я думаю, нет, а я вот буду лежать. Я буду отдыхать, и я буду наслаждаться тем, что мой любимый мужчина, он может о нас позаботиться, и он с радостью это делает. И это нереально круто. Поэтому договаривайтесь со своими партнерами, договаривайтесь с мамами, бабушками, дедушками, кто у вас там есть. Может быть, подруги могут в какой-то момент вам помочь. И просто восстанавливайтесь и отдыхайте. И знайте, что именно вот эти маленькие моменты, они помогут вот это время сделать более, во-первых, легким, и восстановиться намного быстрее, чтобы вы вернулись в строй и действительно могли уже приступить к тому, чтобы вот понимать, как я теперь буду жонглировать вот свои обязанности дома, ребенок, там ли двое детей, неважно. То есть и сможете полноценно выполнять все свои функции. К ним вы обязательно еще успеете вернуться. Поэтому послеродовое время, оно то время, когда вам нужно отдохнуть и восстановиться. И это как раз-таки очень сильно влияет и на моральное состояние. Плюс ко всему нужно спать, вот все-таки нужно спать, когда есть возможность. Я помню, после первых своих родов я в каких-то видеороликах говорила, я не могу спать, мне нужно убираться, когда мне спать. То есть ребенка уложила, у меня есть мои 20 минут, и я побежала убираться, потому что, ну, иначе никак. Понятное дело, вот первые недели, даже первые пару месяцев ты на каком-то таком адреналине, и вот после родов ты вот вся такая вот прям на взводе, и ты можешь это делать, у тебя еще есть энергия. Но когда к месяцу, третьему, четвертому, пятому, шестому эта энергия заканчивается, вот тогда ты понимаешь, насколько ты голодна по сну, и насколько тебе вот фигово. И тогда ты с огромнейшим удовольствием ложишься спать в 9 часов вместе со своим младенцем для того, чтобы в 12 или в час, или в 11, во сколько он там просыпается, чтобы его покормить. И вот только тогда ты это понимаешь. А вот пока эта энергия и запасы есть, ты вот как бы, не-не-не, у меня все нормально, я же чувствую себя нормально. Большая ошибка, нифига, даже если чувствуешь себя нормально, ложись и спи, отдыхай. Потому что эти запасы энергии нужно все время восполнять, иначе они очень и очень быстро закончатся. Так что, подружки, вот такая вот история по моему восстановлению первых двух недель. Это самый главный момент, о которых на сегодняшний день могу вам рассказать. Если что-то упустила, о чем-то забыла рассказать, обязательно расскажу в последующих видеороликах. Ваши вопросы, если таковые имеются, пишите в комментариях, и я постараюсь на них обязательно ответить, если на это будет необходимость. Ну, а на этом сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем доброго дня, доброй беременности, легкой беременности всем, кто ожидает своих малышей, плавных легких родов, кто уже собирается родить. Ну, и в общем, отличного и легкого послеродового восстановления всем, кто уже родил. Ура, подружки, мы с вами видимся в следующем моем видеоролике. На этом сегодня все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова